В гимназии номер 13 собрались педагоги-активисты из разных школ города с целью обсудить с главой Магадана последние достижения, грядущую перезагрузку школ и насущные проблемы и трудности педагогического ремесла. Магаданские учителя отметили, что в последнее время процесс преподавания крайне усложнился из-за недостатка коммуникации с родителями учеников. Аргументы учителей были услышаны. Собравшиеся отметили и положительные результаты укрепления материально-технической базы школ, происходящие благодаря реализации национальных проектов. Сама встреча происходила в кабинете, оборудованном в прошлом году электронной вычислительной техникой, большим плазменным экраном для проведения интерактивных уроков. Юрий Гришан подчеркнул, что главное в работе с детьми – научить детей учиться и поддержал мнение профессионалов о необходимости комплексной перезагрузки всех ступеней в образовательном процессе. Вот самая перезагрузка, она должна произойти в головах, в моей голове в том числе, потому что если перезагрузится все, то мы перезагрузим школу. Если перезагрузится только школьник, родители не перезагрузятся, учитель не перезагрузится, директор не перезагрузится, ничего у нас в результате не получится. Обсудили и предстоящий конкурс «Учитель будущего», который пройдет в марте месяце в городе Санкт-Петербург. О ходе подготовки магаданской команды, прошедшей финал конкурса, рассказал молодой учитель истории из 15-й школы. «Посмотреть команды других регионов, которые вышли в финал, то есть там более, ну предварительная цифра называлась 80 команд. Так как это командный конкурс, то есть вот, наверное, в чем сложность от всех остальных конкурсов, то что надо не просто создать впечатление, надо показать, что работая в команде, решение принимается командное и, соответственно, конкурсные испытания, они тоже, это командный продукт». Специалисты с таким опытом уже внедряют в своих школах новые техники сплочения коллективов. Учебный процесс становится интереснее и доступнее для юных колымчан.